Третьи сутки в регионе наблюдается сильный ветер, который то и дело валит деревья, обрывает провода. Последствия от разгула стихии, которая особенно бушевала 10 ноября, устраняют в крае до сих пор. Так, из-за непогоды только без электричества осталось 50 населенных пунктов. 71 бригада была задействована, порядка 300 человек, ну и около 100 единиц техники на устранении работали. Действительно, сегодня точечные работы продолжаются по заявкам потребителей, в основном это Славгородская зона. Последствия первой метели этого сезона стали повесткой оперативного совещания в правительстве края. Отдельно обсудили ущерб, нанесенный социальным объектом. Подсчитано, что в шести районах края с них снесло кровли. Особенно серьезно пострадала крыша детского сада в селе Табуны. Там идет экстренная разработка сметы на восстановление, на ремонт кровли. Дети распределены по двум детским садам, вернее в один детский сад и в корпус этого же детского сада. Сегодня должен начаться там демонтаж кровли. Учебный план пришлось корректировать и в населенных пунктах, где из-за отключения света обесточенными остались и школьные котельные. Так, в селе Максимовка Славгородского округа дважды пришлось подключать резервный источник электроснабжения, чтобы возобновить в школе учебный процесс. Они подключили опять дизель-генератор. Учебный процесс должны будут начать, я так понимаю, сегодня с обеда, там уже по свету. Дизель-генератор обеспечит только работу котельных. Чтобы в будущем избежать подобных перебоев, муниципалитетам края поручено закупить генераторы для всех котельных, которые отапливают значимые объекты. За последние два года резервными установками обеспечили 535 котельных региона, но еще более 80 сооружений дизельных генераторов не имеют. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова